Итак, ребята, сегодня мы в Брукхейвен вместе с Брайсиком, он вот здесь вот смотрит телевизор, давайте ему телевизор включим, а то сидит человек, ничего не понимает, давайте ему румейта дадим, чтобы вот он спокойненько мог тут на кнопочки нажимать на всякие. Итак, смотрите, садится, значит, отдыхает, но мы сегодня в Брукхейвен будем подготавливать Брайса к тому, что я беременна в Брукхейвен, и мы должны будем сообщить ему о том, что у нас ребенок, и, короче, как-то подготовить этот дом, как-то подготовить квартиру, но так, чтобы Брайс, знаете, не испугался ничего, поэтому я сейчас, само собой, конечно, должна взять пропсики, и после этого начнем готовить квартиру. Здесь у нас куча всего для беременных, но мне нужно найти панель управления, вот она, смотрите, вот панель управления, здесь мы нажимаем на ребенка, и вот так вот выбираем, чтобы у нас поставились вот эти все игрушки, чтобы Брайс потихонечку начал понимать о том, что у нас будет ребенок в Брукхейвен. Смотрите, здесь уже куча всего, ну и, конечно, мы сейчас начнем подготавливать прямо дом, чтобы все выглядело просто шикарно. Заходим на кухню, я не понимаю, почему, когда мы выбираем, что у нас есть ребенок, в каких-то домах ставится детский... А, вот, ставится, офигеть, это детский стульчик, жестко слился со стульями, я думала, что это обычный стул. Мы начинаем подготовку. Брайс, смотрите, Брайс, ничего не понимает. Сейчас заходим, что это? Офигеть, он спрашивает. Мы ему отвечаем, что это для детей, но его что-то не особо это волнует, он сидит дальше, смотрит телевизор, Поэтому давайте потихонечку начнем дальше подготавливаться к появлению ребенка в Брукхейвен. Офигеть, окей, ладно, это было максимально неожиданно. Давайте зайдем сейчас в туалет на первом этаже и поставим туалет, именно вот сам туалетик для ребенка. Вот, смотрите, чтобы здесь было все для ребенка. Конечно, ребята, обязательно нужно поставить коляску, потому что вообще, что ребенок без коляски. Итак, ставим коляску, у нас тут уже ребенок, правда, есть. Ну ладно, это так, это, знаете, муляж. Вот в магазине показывали, как ребенок будет лежать, это просто пупсик. Мы, конечно, подготавливаем все остальное в доме, и сюда давайте поставим вот такой вот комод для того, чтобы там все было для ребенка. Брайс, конечно, наверное, Брайсу очень интересно. Конечно, мы должны поставить вот эту вот игральную штуку большую, и я хочу поставить вот такую, ребят, но я уже, как вы понимаете, намекаю, что у нас будет девочка с Брайсом, и мы ждем девочку. Брайс там что-то прыгает, я не знаю. Но я все подготавливаю для этого, ребят, ну посмотрите, получается уже прям очень-очень круто, мне нравится. Здесь, кстати, стоит у нас комодик, да, смотрите, здесь стоит тоже комодик, в общем-то все есть. Давайте положим пару игрушек, Брайс что-то пишет, зачем это? Ну все, ребят, я считаю, что самое время рассказывать Брайсу, зачем же нам это, почему бегемот поставился вот здесь. Я написала Брайсу, что я беременна, и что я все подготавливаю для ребенка, ребята, в смысле? В прямом, блин, я беременна. У нас будет дочь. Все, ребят, ну посмотрите, мне кажется, то, что Брайс вообще сейчас просто будет в шоке, но я думаю, что он будет рад. Он, наверное, хочет ребенка, я очень на это надеюсь. Но, так, что-то он не рад, или у него живот свело, я не знаю, что происходит, но вроде как все. В смысле дочь? Да, блин, в прямом смысле, откуда? Я даже не знаю, ребят, что отвечать на эти глупые вопросы, я просто не понимаю, откуда, блин, от верблюда. Я не знаю, ну что за бред вообще, откуда, в смысле дочь? Я не знаю, ребят, ну что значит, от кого? В смысле от кого? Ребят, Брайс, козел, где ты была? В смысле? Нет, ребят, ну это просто, это ужасно. Я не понимаю, что Брайс пишет за фигню. Походу, то, что он пишет, не очень хорошо. О, ребят, все. Слушайте, Брайс, походу, там нецензурные слова говорит. У него без шанса высказаться, без единого шанса. Ребят, слушайте, Брайс, походу, там реально нецензурные слова говорит. Мне кажется, даже лучше не расшифровать. В смысле, куда он пошел? Я не понимаю, куда он уходит? Где он? Куда он пошел? Он в туалет пошел? Мыться пошел? Я не знаю, мыться пошел, ребят. Ладно, походу все окей у него. Давайте как-то оборудуем дальше для ребенка. Он помылся? Что так быстро? Что он говорит? Что он говорит? Что он говорит? Как назовем Света? Я не хочу Светой называть ребенка. Я написала, что пока Маня. Сам ты Маня. В смысле Брайс уходит? Куда? Куда он уходит? Давайте напишем куда. Я не понимаю, куда ты? Алло, ты куда пошел? Ты куда уходишь? Куда Брайс пошел? Офигеть, ребята. Мне дочь не нужна? В смысле не нужна? Ну ты козел. Я хотел сына? Да блин, как тут вообще можно угадать, кого ты хотел? Офигеть, он уходит. Вы понимаете? Брайс ушел. Ребята, я просто в шоке. Я осталась одна беременная. Ребята, я реально сейчас просто в шоке. Я не знаю, что делать. Но я считаю, что мы должны продолжить готовиться к тому, чтобы стать родителями. Если Брайс нас бросил, это еще не конец. Мы будем хорошими родителями. Да, я буду мать-одиночка. Но это ничего не значит. Поэтому мы сейчас будем ставить вот сюда молоко. Что еще мы сюда поставим? Конечно, нужно дальше готовиться к тому, чтобы стать родителями. И, конечно, ребята, нужно записать ребенка уже сейчас в садик. Чтобы, знаете, чтобы вот все было хорошо. И знаете, что мне нужно сделать? Мне нужно прямо сейчас... Так как у меня мотоцикл. Вы, ребята, понимаете? Ну, ребенка на мотоцикле просто нереально возить. Поэтому мне нужно купить машину. Мне нужно купить машину. Поэтому я сейчас отправляюсь в магазин. Где буду покупать машину для меня и для ребенка. Потому что дом, в принципе, остался огромный. Дом просто для нас с дочкой. И нам нужно реально купить машину. Плюс, наверное, продать, возможно, дом и купить дом поменьше. Но я тоже не думаю, что нужно это делать. Ребят, смотрите. Здесь огромное количество разных машин. Мы должны все сейчас посмотреть. И нужно будет что-то выбрать. Нужно будет выбрать какую-то машину, которая подойдет для меня и для ребенка. Ребят, ну что? Я надеюсь, вы меня поздравляете. Я решила не скромничать и купить огромный сайбертрак. Потому что он реально огромный. Тут есть огромный багажник. В общем, есть просто все. Он реально крутой. Он подходит для того, чтобы иметь ребенка. Поэтому меня он полностью устраивает. Он реально крутой. И именно в этом сайбертраке я уже буду возить своего ребенка, ребята. Давайте сейчас припаркуем нашу машину. У нас вот здесь есть вот такой гараж. Здесь оставляем нашу тачку, ребят. Ну все, посмотрите. Ну, считаю шикарно. Заходим прямо сейчас домой. И продолжаем подготовку к тому, чтобы быть мамой. Мамой-одиночкой, я хочу заметить. Тому, чтобы Райс меня бросил. Ребята, он хотел сына, но у меня нет сына. У меня есть только дочь. Поэтому я должна полностью готовиться к тому, чтобы стать хорошей матерью. Давайте, наверное, поставим какие-нибудь шарики и подарки. Потому что, когда рождается дочь, чтобы когда я вернулась, у меня дом весь был в подарках для ребенка. И все было подготовлено. Чтобы было очень красиво, давайте поставим вот здесь вот сердечки. Вот здесь вот давайте поставим тоже такие шарики. Чтобы дома все было реально очень-очень красиво. И все подготовлено для ребенка. Чтобы был очень красивый дом, красивые комнаты. Ребят, ну я не знаю, мне прям очень нравится. Я хочу еще как-нибудь потом оборудовать вот эту комнату тоже как-то для ребенка. Может быть, тоже сделать здесь игровую такую сверху. Хотя ребенок может упасть вниз. Это очень опасно, поэтому лучше не стоит. Но здесь я уже, ребят, посмотрите, все просто подготовила. Здесь, кстати, нужно поставить второй туалет. Потому что ребенок-то и на втором этаже тоже будет тусоваться. Поэтому обязательно нужно поставить второй туалет. Чтобы у ребенка и здесь было где сходить в туалет. И все, он себя комфортно чувствовал. Вот. Все. Мне кажется, я полностью подготовила к дом материнству. К тому, чтобы быть мамой одиночкой. Потому что Брайза сбросил. Напишите в комментариях, как вам такой дом. И как мне назвать свою дочь.